В здравоохранении Оренбуржья очередное новоселье. Фельдшерско-акушерский пункт села Зубочистка-2 Переволодского района на днях получил новую прописку. В этом селе проживает более 700 человек. Население в основном пожилое, и медицинская помощь здесь очень востребована. Во второй зубочистке ФАП работал и раньше, но находился он в ветхом помещении, которое давно уже перестало соответствовать всем нормам и стандартам. В этом году по инициативе главного врача района Сергея Кадочкина местная власть предоставила медикам другое помещение. Было принято решение разместить ФАП в пустующих комнатах двухэтажного здания, где располагаются и другие социальные объекты – детский сад и библиотека. Здесь была реконструкция, перепланировка всех помещений, которые здесь находятся, и, соответственно, был капитальный ремонт. То есть мы перестилали полы, шпаклевали стены, покрасили, потолки сделали, сантехника новая, все коммуникации подвели сюда. То есть, в принципе, здесь кроме старых стен ничего нет, все совершенно новое. Общая площадь нового ФАПа – 120 квадратных метров. Здесь предусмотрены кабинет приема, смотровой, процедурные и прививочные кабинеты, комната ожидания, санитарно-бытовые помещения. Подведены горячее и холодное водоснабжение. Сейчас вот у нас современные здания, современные кабинеты оборудования, чему мы очень рады. Новый облик ФАПу придали в короткие сроки. И вот состоялось его торжественное открытие, на котором присутствовала исполняющая обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Тамара Семилевиченко. ФАП не только обновили, но и приобрели сюда новую мебель и современное диагностическое оборудование. Фельдшер может и уровень сахара в крови измерить, и записать электрокардиограмму. На все преобразования было затрачено около 600 тысяч рублей. К средствам лечебного учреждения добавлена и поддержка местной власти, депутатов, спонсоров. В подготовке нового помещения активно помогали и местные жители. Почти каждый день мы к ним обращались очень хорошо. Это радость, конечно, когда это все для сельчан, особенно пожилым людям. Мы давно уже ждали. Это очень полезное дело. Мы рады. Вот смотри, село каждый год лучше и лучше становится. И вот смотри, дороги в район тоже асфальтированные, школы ремонтировали хорошо, детсад несколько там у нас строили. И условия в сельской местности создаются. Новый ФАП находится в центре села, имеет отдельный вход и благоустроенную территорию. Это еще один шаг в развитии медицины малых сел. В первую очередь мы решаем проблему медицинской помощи в тех селах, которые перспективные, которые сегодня достаточно большое число жителей проживают. Поэтому такие стационарные пункты медицинской помощи, они будут очень востребованы. И мы как бы в первую очередь обращаемся именно к этим ФАПам, подвергая их ремонтам, восстановлению, переводам в более приспособленные здания. Ну а для тех сел, у которых все-таки маленькое количество жителей и нет шансов, что это село будет разрастаться, я думаю, что все-таки выходом из положения являются мобильные ФАПы. Все равно трудно человеку ехать в другое место куда-то за получением помощи. А вот получить помощь на колесах, что называется, я думаю, что это очень хорошо. В Переволодском районе уже работает мобильный ФАП. Медики обслужили более 50 жителей в селах, где вообще нет медпунктов. Помимо этого, по графику, во все села района выезжает флюорографическая установка. Мобильные приходят сами, а немобильные, маломобильные, мы их обеспечиваем транспортом, на транспорте привозим и отвозим домой. Помимо зубочистинского ФАПа, также переведен в новое помещение и ФАП села Родничное. В планах медицинской службы Переволодского района – дальнейшее благоустройство медицинских учреждений. Планируем на будущее, в ближайшее время у нас по программе федеральной в 2015 году район должен получить три мобильных ФАПа и один мобильный в конце 2014 года. Плюс к этому мы своими силами планируем делать ремонт врачебной амбулатории Первой зубочистки. Наша цель, чтобы на селе жители нормальных человеческих условий получали достойную, квалифицированную медицинскую помощь. А со следующего года в целом по области начнет работу федеральная программа, согласно которой в населенных пунктах будет возведено 94 новых современных модульных ФАПа.